здравствуйте дорогие подписчики и гости канала вы смотрите видео версию сайта на земле инфо выпускаемую специально для тех кому сложно или не хочется читать ссылку на текстовую версию вы найдете в описании к видео долларовое дерево одно из самых популярных растений у цветоводов считающиеся денежным талисманом но иногда листья замиокулькаса меняют окраску начинают деформироваться сохнуть и отмирать в этом случае ему требуется оказать первую помощь но сначала надо установить причину нездоровья основные причины пожелтения суккулента в квартире листья замиокулькаса могут желтеть вянуть деформироваться и отмирать по разным причинам чаще всего это происходит в результате естественного старения цветка или из-за неправильного ухода за ним обычно в этом случае нормализация состояния цветка происходит если цветовод исправит допущенные ошибки серьезные проблемы могут начаться когда произошло механическое повреждение клубни опасное изогнивание корневой системы в результате чрезмерного полива что также может привести к гибели растения в этом случае спасти цветок можно с помощью своевременной пересадки почему листья стали желтыми начали сохнуть и опадать зимой пожелтение засыхание и опадание старых листьев и черешков у замиокулькаса естественный процесс обычно такое явление касается нижних листовых пластин и не затрагивает верхние молодые листочки не следует беспокоиться если при этом на растении образуются новые побеги и листья в зимний период листья могут желтеть в результате нехватки освещения многие цветоводы забывают что замиокулькас светолюбивое растение и не устанавливают дополнительную подсветку ситуацию усугубляет и пересушены из-за работы отопительных систем воздух если растение выглядит болезненно и сбрасывает листву не образуя новую то причина может крыться в недостатке влаги в почве в этом случае листья будут желтеть засыхать и постепенно отмирать а стебель сморщится если меняют цвет листья и стебли если у замиокулькаса и ветки и листовые пластины меняют окраску то скорее всего причина кроется в повреждении клубня при пересадке в этом случае растение останавливается в росте и медленно погибает если также потемнели стволы долларовое дерево не переносит избыток влаги в почве многие цветоводы совершают ошибку полевая растение слишком часто хотя в естественной среде она может обходиться без полива в течение длительного времени питаясь питательными веществами накопленными в клубне в результате чрезмерного полива корневая система переполненная жидкостью подвергается процессу гниения это отражается на внешнем виде растения у него желтеют листовые пластины а побеги темнеют и мокнут важно также появление темных липких пятен на листьях и стволе замиокулькаса может возникнуть вследствие заражения бактериальным заболеванием или насекомыми вредителями далее на фото можно увидеть как выглядит пожелтевшие долларовое дерево как спасти растение каким должен быть уход в домашних условиях если у растения пожелтели листья необходимо выявить причину и предпринять экстренные меры когда пожелтение листовых пластин происходит в результате естественных процессов то никаких действий предпринимать не нужно чтобы не портить эстетический вид растения можно срезать сухие побеги продезинфицированными ножницами при пересыхании почвы в результате недостаточного полива следует начать увлажнять цветок небольшими порциями воды комнатной температуры как только водный баланс восстановится можно переходить к обычному режиму ухода за долларовым деревом важно не следует вливать большое количество жидкости в почву это может привести к гниению корней в случае чрезмерного полива и начала гнилостных процессов надо пересадить замиокулькас по следующей технологии аккуратно достать замиокулькас из плошки перевалочным методом освободить клубень и корни от почвы произвести визуальный осмотр корней и определить в каких точках начались гнилостные процессы все подгнившие мягкие прелые участки срезать острым продезинфицированным ножом присыпать места срезов растолченной таблеткой активированного угля тщательно просушить клубень и корни при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении как только растение придет в норму пересадить его в горшок с новым питательным грунтом первое время после пересадки не следует поливать замиокулькас лучше увлажнять почву из пульверизатора при повреждении клубни во время пересадки необходимо также извлечь деформированное растение из горшка срезать все поврежденные участки продезинфицировать места срезов и снова аккуратно укоренить цветок при пожелтении листьев в результате появления опасных вредителей необходимо предпринять следующие меры изготовить мыльный раствор на основе хозяйственного мыла накрыть почву пищевой фольгой или пакетом чтобы мыльная жидкость не попала на корни обработать листовые пластины с помощью мягкой губки поврежденные участки растения с признаками болезни желати льно срезать промыть листья чистой водой в запущенных случаях нужно опрыскать растение инсектицидным раствором если причина заключается в недостаточном количестве света или перепадах температуры то растение нужно поместить в соответствующие условия вскоре она придет в норму что делать в целях профилактики проблемы чтобы предотвратить пожелтение листьев необходимо соблюдать следующие профилактические меры поддержание оптимальной температуры в помещении нормализованный полив достаточный уровень освещения и влажности регулярные подкормки использование химикатов при наличии вредителей своевременные пересадки растения в рыхлый и питательный грунт пожелтение листьев зомеокулькаса без образования новых побегов сигнал растения о том что ему требуется помощь необходимо как можно скорее установить причину недуга и предпринять соответствующие меры по спасению цветка но гораздо проще с самого начала обеспечить растению правильный уход тогда оно будет долго радовать своей красотой и здоровьем